Великий Новгород всегда гордился статусом одного из самых зеленых городов. В последнее время число парков, скверов и зон отдыха еще увеличилось. Но этому природному богатству нужна крепкая хозяйская рука. Мэрия объявила конкурс на должность директора парков Великого Новгорода. Какие требования предъявляются к кандидатам и что ждут новгородцы от концепции развития зеленых территорий, обобщила Анна Вихрова. Самый главный и, наверное, самый любимый горожанами парк – Кремлевский. Примерно таким, как мы его знаем, он стал в 1946 году. Некоторые старожилы вспомнят немало истории собственных детства и юности, проходившей под сенью этой листвы. Пятачок, он же пятак на Веселой Горке – очень популярное место у молодежи 70-х годов. Здесь был центральный вход, посередине, конечно, большая танцевальная площадка, на которой люди знакомились, впоследствии женились, этакий тиндер по-советски. Здесь же легко можно было влипнуть в неприятную историю. Частенько бывало, что парни дрались район на район. Я вспоминаю эту танцплощадку не самым лучшим образом, потому что в окрестностях ее, внизу, к сожалению, хулиганье, шпана. Устраивали здесь массовые драки, потасовки, к сожалению, с поножовщиной, что приводило к увечиям. Сейчас о былой роскоши в виде сцены напоминают лишь развалины. Главный парк города давно требует обновления. У нас он застрял где-то в 2000-х. Впрочем, как говорится, раньше и трава была зеленее, и деревья выше. Кстати, о деревьях. Они тоже требуют обновления. С точки зрения благоустройства, исполины критично разрослись, закрывая от обзора главную жемчужину – сам Кремль. А вот новые саженцы и кусты должны решить эту проблему. Возможно, парк начнет меняться, когда на должность директора найдется подходящий кандидат. К нему предъявляются соответствующие требования. Наличие высшего образования, наличие опыта руководящей работы не менее трех лет. И также необходимость представить презентацию о предстоящей работе и вообще в сфере развития парков, скверов, общественных территорий. Несмотря на то, что специалисты ищут почти месяц, брать такую ответственность на себя желающих немного. В мэрию поступила всего одна заявка. Хотя и зарплата высокая. Обещают порядка 80 тысяч рублей. Но самое главное – будущий директор должен не просто поддерживать дорожки и посадки в относительном порядке. Городу требуется единая концепция ландшафтного дизайна. Ведь понятие парков достаточно широкое и зависит от функционала, который необходим горожанам. Но это явно не только место для прогулок и аляповатых детских каруселей, которые у нас, к слову, очень устарели. Не на последнем месте и благоустройство. Кремлевский по нему давно скучает. Первое – это уже можно поменять асфальт. Потому что асфальт – это уже материал прошлого века. Он не экологичный, не отвечает современным нормам проектирования. Здесь может появляться плитка, могут появляться мощения, которые имитируют древние улицы. В парке должно быть все для удобства горожан и развития бизнеса. На деньги, которые предприниматели выплачивают муниципалитету, можно поддерживать общественное пространство в надлежащем состоянии. Главное, чтобы внешний вид палаток был выдержан в единой концепции. Решать все эти вопросы будущему директору предстоит не только в центре города. Под свое шефство необходимо взять и парк «30-летие октября», а в дальнейшем развивать и новые общественные территории. В парке «Юность», «Веряжский», «Луговой», «Сквер водников». До завершения конкурса осталось меньше недели. Анна Вихрова, Голосгивандян, Новости, Новгородское областное телевидение.